Уважаемые товарищи, продолжаем работу съезда, переходим ко второму вопросу отчет идеологической комиссии. Уважаемые товарищи, за отчетный период наша партия действовала в соответствии с планом работы. Основным направлением деятельности в идеологическом плане является, как известно, издание газеты «Народная правда», которая в этот отчетный период вышла на ежемесячный уровень, новый уровень. Это издание газеты «Народная правда» каждый месяц выходит из газеты теперь. И достигла тиража полмиллиона экземпляров. Это такое завоевание после долгого перерыва таких массовых тиражей вышло на такой уровень. И как мы знаем, что политика начинается с миллионов, и вот слово «миллион» уже прозвучало. И мы медленно, но верно, как говорится, идем, в общем-то, к завоеванию народных масс. Вот, наше главное оружие газета «Народная правда» развивается. Вот, оно является связующим звеном для связи научного социализма с рабочим движением. Вот, и наши члены, наши партии, рабочие партии, принимают активное участие в ее распространении, производстве, написании статей. Вот, и эту работу необходимо продолжить в дальнейшем. Вот, поскольку, значит, непосредственный контакт с рабочими происходит при раздаче газет, вот, и эта работа должна стать основной при привлечении в партию рабочих, это звено, да, связующее. Рекомендуется рабочим, да, кто и не рабочим, кто заняты распространением газеты, привлекать, привлекать работников, то есть, направить работу на то, чтобы газета сфокусировала свое внимание на проблемах конкретных предприятий. Вот, при раздаче газет, такой опыт есть, вот, у нас, у него немного, но он уже имеет место быть, то есть, при раздаче, вот, и в Москве, там, тоже, вот, товарищи, хорошие результаты. Вот, эту работу необходимо продолжать и усиливать. Значит, ну, в Ленинграде работает, у нас два основных направления, группа Север, это Дегтярев возглавляет ее, группа Юг, Овчинников, много распространяется газет в других городах, Омск, в Омске, в частности, много газет уходит в Новосибирск, Тюмень, Воронеж, Екатеринбург и другие города. В общем-то, охвачено нашими, нашей пропагандой, вот, и все более, больше и больше этот круг расширяется. Также работает канал, идет на Ютубе, Фунда Рабочей Академии. Видеоканал отражает все мероприятия, которые проходят, это и собрания, и конференции, лекции, всевозможные, повод, значит, тоже такое у нас мощное, это пропагандистское оружие, для нашей это интернет, вот, средства, вот, и, в частности, канал, вот, работает очень четко под руководством Тюринева. За отчетный период были опубликованы записи занятий университета рабочих корреспондентов за 2009, 2010, 2011 годы, записи семинаров Российского комитета рабочих марта, 1998, апреля 2000 года. За отчетный период 24 сентября на видеоканале было опубликовано 246 видеороликов. Ведется оцифровка газет, брошюр, книг и прочих партийных документов, а также оцифровка видеокассет с записями 1990-х и до 2000-х годов. Это тоже представляет большую ценность, то есть, такие материалы, это история, история становления нашей партии рабочего движения. Канал выражает большую благодарность за стабильную, многолетнюю работу в качестве видеооператора, видеоканала, незаменимому Степану Степановичу Самсуненко, который выполняет работу оператора. За отчетный период количество подписчиков видеоканала увеличилось на 600 человек и достигло 35,5 тысяч. Для того, чтобы канал мог конкурировать в Ютубе, необходимо привлечь к работе монтажера. И такой монтажер, насколько я знаю, уже появился. Посмотрим, как его в работе. Очень перспективный товарищ. В общем, тоже хорошие новости. Также у нас активно развивается красное радио. И товарищи активно работают там, в частности, и старые, и молодые товарищи, кто уже давно, ветераны, так сказать, и молодые привлекаются к этой работе. А аудитория, значит, транслируется на большой круг, охвачен это и страны СНГ, и страны ближнего, так сказать, зарубежья и дальнего зарубежья даже. Ну, то есть канал работает круглосуточно. Такие рубрики, существует как слово рабочим, как убивает капитализм очень важная и интересная информация, поскольку люди гибнут. Действительно, это не шутки, и об этом нигде никто не говорит. Только как на красном радио, где еще об этом узнаешь, в общем-то, такую информацию, что идет настоящая война, можно сказать, тихая такая, что травмируется, наши товарищи не погибают. Вот. Все это очень серьезно. Но также новости и основные наши идеологические доктрины, положения озвучиваются. Наши идеологи выступают там, и Михаил Васильевич Попов, и Золотов Александр Владимирович. В общем, канал этот тоже является важным нашим каналом, источником, воздействием на общественное сознание. Значит, в Ленинграде прошло обучение в Красном университете, университете рабочих корреспондентов. В общем-то, и оно прошло, и проходит, и Новый год уже наступил. Учебная работа ведется в соответствии на высоком идеологическом уровне, в соответствии в единстве в трех моментах. Да? Вот. В общем-то, как всегда, качественно и выпускает достойных пропагандистов. Вот. По решению Центрального комитета рабочей партии России, ну, все вы знаете, да, что год этот был в идеологическом плане у нас непростым. То есть, была, велась активная борьба идеологическая, вот, теоретическая борьба велась весной, вот, в результате которой, в общем-то, партия очистилась от ревизионистов и их, так сказать, соглашателей, да, вот, и укрепилась. То есть, партия, партия укрепилась, да, то есть, вот, в борьбе мы крепнем, как говорится, да, в ходе количества, может быть, мы потеряли, но приобрели, значит, качество, значит, знания, рабочее количество укрепилось, и наша позиция в отношении фонда революции, да, произошедшей в 61-м году, она обрела, ну, как бы в новом свете, заиграла новыми красками, да, обрела актуальность, это вышла, так сказать, на эту проблему, на поверхность, и тем самым, ну, члены партии, я думаю, что с этим связали, в общем-то, как сказать, ну, большое значение, в общем-то, это придаёт этому, ну, этому факту, да, что именно этот момент, да, сыграл ключевую роль, да, в дальнейшем разрушении Советского Союза, так как, если ошибка заложена, ну, в теории, да, и то дальнейшее построение практически и теоретически они уже, если в основании, да, в самом коренном положении допущена ошибка, то там, если в архитектурном каком-то сооружении, да, допущена ошибка, здание разрушается, так же и здесь тоже, вот что и, собственно, и произошло. В связи с этим наш теоретик, нашей партии, Михаил Васильевич Попов, значит, он эту проблему изучал, да, в своё время написал книги, вот, и противоречия, эти вскрыл противоречия развития социалистического, коммунистического общества, вот, и были выпущены книги, и в связи с этим, с этими событиями, да, вот, контрреволюционными и оппортунистическими в нашей партии, да, вот, принято решение было рабочей партии и Центральным комитетом выпустить сборники, сборники собраний сочинений Михаила Васильевича Попова, который является на сегодняшний момент теоретиком марксизма, который продолжает дело Ленина, Сталина, наряду с другими нашими идеологическими, теоретическими учёными, продолжает это дело, поскольку, ведь не Ленин, не Маркс при коммунизме не жили, они это, ну, теоретически, как бы, да, это обосновали, да, вот эту теорию, да, и построили план построения, но вот именно противоречия социализма, это, ну, такие вещи, которые, наверное, да и времени у них бы не было уже на этом, наверное, ну, в общем, дело Маркса развивается, живёт, теоретически углубляется силами наших теоретиков, поэтому изучение этих работ должно стать, в общем, обязательно для, я считаю, каждого члена нашей партии, если мы собираемся строить коммунистическое общество, то эти ошибки нужно знать, иначе какой смысл повторять их, ну, такой ценой, какую заплатили наш рабочий класс, да, такие жертвы, и, в общем-то, в теоретическом плане эти ошибки надо хорошо знать и изучать. Так же, значит, изданы также и брошюры, другие брошюры и книги, вот, книга Журавлёва вышла, «Без борьбы нет развития», вот, тоже очень полезная, нужная книга, брошюра, значит, Александр Сергеевич Козёнок выпустил свою книгу «Эпоха советского просвещения в буржуазном обществе». Так, значит, ну, и вышла книга по материалам конференции, прошедшей летом в августе 21-го года, это научно-практическая конференция «Коллективный договор как система забастовочных требований», а, значит, «А летом 21-го в августе причины и результаты борьбы позитивных и негативных тенденций в социалистических странах, по результатам которой была выпущена брошюра. Так, значит, работает клуб любителей гигельской диалектики, который ведёт Михаил Васильевич Попов, он транслируется на широкий круг, тоже, в общем, это очень важное тоже мероприятие для… потому что диалектическое знание тоже необходимо нам в своей работе изучать и применять. Значит, ну да, ну вот я уже сказал, что в результате этой борьбы мы очистились, значит, и дальше надо продолжать укрепляться, в общем-то, на своих позициях. Вот. В Нижнем Новгороде тоже ведётся работа большая, и надо сказать, что в результате той самой борьбы мы потеряли некоторые ресурсы, да, но, тем не менее, знамя борьбой было подхвачено Нижегородской организацией, и сайт Фонда Рабочей Академии возглавил товарищ Кругов. Идёт этот сайт прекрасно, и замечательный сайт получился, так что вот надо выразить благодарность Нижегородской организации. Распространяют газеты также активно, 22 тысячи газет, записано два ролика золотого. В Москве идётся большая работа, и как единство теоретических и практических дел. Значит, проведено пять семинаров по изучению науки логики Гегеля, логика как методология познания и действия в городе Королёв. Под руководством Казёнова проведено четыре семинара по рабочему движению в городе Москва. Электросталь. Видео семинаров опубликованы на канале Рабочая ТВ Москва. Раздаются газеты на предприятиях. Значит, налажены контакты работниками НПЦ газотурбинное, газотурбостроение «Салют» Московского локомотивного завода «Энергомаш» Химки, Ленозовского электромеханического завода. Налажена статистика раздачи газет. С этого времени на предприятиях Москвы и Московской области члены Московского отделения распространили 59 тысяч 522 экземпляров партийных газет. В выпуске газеты «Народные правды» опубликовано 22 статьи за авторством членов Московского отделения. На сайтах ФРА Москва опубликовано 14 статей за авторством членов МО. На видеоканале опубликовано 19 роликов с призывами на семинары, выступлениями партийцев, семинарами ФРА, общения с сочувствующими, привлечения сочувствующих к систематической раздаче газет. Не менее 6 человек. Вот. То есть вот товарищи эту борьбу ведут. В общем-то, в чём-то можно и перенять этот опыт для других отделений, Ленинградского и Нижегородского. То есть это направление должно стать, в общем, будущий отсчётный период, одним из приоритетных. То есть связь с рабочими через газету. Привлечение рабочих. Ну и вообще газета – это наше, как я уже сказал, основное оружие. В общем, вокруг неё нужно собирать рабочих. Даже вот когда ты читаешь газету со своими товарищами там на производстве где-то, это поднимает многие вопросы и такую волну как бы гонит, которая вносит такую свежую струё у людей. Потому что действительно там пишут правду, пишут истину. Это очень важно в сегодняшнем моменте. Ну и также хочется сказать, что газета наша «Народная правда», распространители наших газет, да, наши, они должны проявить определённые усилия, да, совершить, можно сказать, подвиг, да, чтобы привлекать рабочих к написанию статей. Вот. Как самим писать, так и налаживать контакт вот с предприятиями. Вот. Через это мы сможем решить задачу съезда 27-го по привлечению рабочих, да, двух рабочих. Вот. Через эту деятельность и созданию ячеек, ячеек, значит, партийных ячеек на предприятиях. Не снимается с повестки дня борьба за шестичасовой рабочий день. Вот. Об этом тоже надо помнить всегда, что сокращение рабочего времени – это, в общем, основная, основная такая задача, поскольку нагрузка большая на рабочих, и времени не хватает, и, в общем, эта задача тоже очень важна. Бороться надо, товарищи, в своих профсоюзах. Вот. То есть, идеологическая комиссия хочет предостеречь, да, вот тех товарищей, которые пытаются, да, собрать какую-то небольшую, да, ячейку, да, и вот, ну, не ячейку, а профсоюз, да, собрать, вот, на предприятии, и начать борьбу, вот, не набрав большинства работников, да, поддержки большинства работников, вот, то есть, не раскрываться, да, преждевременно, потому что, ну, это может привести к таким проблемам, в общем, всевозможным, да, то есть, и в итоге, в итоге работу, да, эту, нашу, то есть, вплоть до увольнения, да, это, как бы тоже, это не надо ни нам, ни вам, как говорится. Вот, поэтому работать надо в тех профсоюзах, которые существуют, арабачивать их, то есть, ну, надо работать с коллективными, прежде всего, с рабочими, то есть, ориентировать за коллективный договор, вот, это тоже работа, вот, как Валентин здесь вот нам подробно рассказывал, очень важная, должна стать сейчас, вот, на этом этапе, должна стать главной работой над, ну, созданием проектов коллективных договоров, их продвижением, заключением и выход на администрацию, ну, со всеми, как говорится, процедурами, там, возможно, там, какие-то другие варианты, там, итальянские забастовки или, ну, всевозможные виды коллективной борьбы, да, коллективных действий, вот, так что, товарищи, ну, желаю нам всем удачи в этой борьбе, и, в общем, да, мы уже теоретически подковываемся, узнаем все больше, приобретаем какие-то уверенности, понимания, с каждым, с каждым приездом сюда, на РКР, на комитет, на съезд, вот, мы укрепляемся, вот, ну, дело теперь за, за практикой нужно это реализовывать, наше решение, постановление, вот, и когда у тебя за спиной есть партия, партия рабочего класса, конечно, это придает силы, вот, и вот это, хочу пожелать вам силу, уверенности, значит, целеустремленности, твердости, вот, в доведение решений нашего съезда до их, вот, реализации. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин